Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я вам хотел бы показать серию ароматизаторов Lakefield от компании Carfreshener. Они представляют собой утку и оленя с запахом горного водопада. Это один из моих самых наилюбимейших запахов. Знаете, такой цветочно-океанический, очень нежный, приятный. Что интересно, подложки, вернее, рисунок на подложке почти одинаковый, то есть те же деревья, как вы можете видеть, только у утки озеро, у оленя такой вот лук. Вот так вот выглядит капсула с уткой. Вот так вот. И вот так вот выглядит капсула с оленем. Вот так вот они еще с разных ракурсов вам покажу. Сзади вот так вот выглядит задняя часть упаковки. Артикул, русифицированная наклейка. И, собственно, над штрих-кодами название ароматизаторов Duck и Deer. Были они нарисованы, эти ароматизаторы, в 2012 году дизайнером Кайлом Беннетом. И выпускались всего лишь два года. Одни из самых редких. Ну и теперь более детальный взгляд на сами ароматизаторы утку и оленя. Начнем мы, пожалуй, с оленя. По сути, это даже бюст оленя, но тем не менее, что всегда было характерно для ароматизаторов от компании Carfreshener, просто великолепная детализация. То есть, обратите внимание, шерстка, глаз, нос, уши. Все сделано просто на высшем уровне. Я в восторге. Покупал я этого оленя где-то в 2019 году на озоне. Последнего, можно сказать, забирал. И вот с тех пор он у меня живет. Вот такие вот у него милые ушки. Коричневая ниточка. Ну и вот так он выглядит с разных ракурсов. Что, кстати, интересно, так это то, что он сделан из такой, знаете, вот мягкой резины. Вот я вам сейчас покажу. А сами рога у него сделаны из такого твердого пластика. Ну и теперь очередь за уточкой. Уточка это вообще один из моих самых наилюбимейших ароматизаторов. Во-первых, она очень милая. А во-вторых, посмотрите, какая у нее просто великолепная детализация. Вплоть до каждого перышка. И, кстати, перышко само тоже проработано. То есть, вот я вам сейчас постараюсь показать. А краска тоже, как у настоящей живой утки. Вот так вот. Сейчас я вам ее брюшко покажу. Все, как у настоящей живой утки. Клюв, брюшко, хвостик тоже отдельно покрашен и тоже очень детализирован. В самых, я бы даже сказал, мелочайших деталях. Вот так вот она выглядит. Даже на лапках. Обратите внимание, имеются такие вот насечки с перепонками. Вот. Так вот эта утка выглядит. Голова тоже прокрашена в несколько цветов. Имеются также глазики и ноздри. Ну и, собственно, такая вот утка. Единственное, что она сделана из такого тоже очень мягкого материала. Резины. И вот такие вот у нее смешные тоненькие резиновые лапки. Ну и последний взгляд с разных ракурсов на эту уточку. Ну и, собственно, вот они все вместе. Олень и утка. Лично мне, Польша, по душе утка, как вы уже поняли. Но олень тоже неплох. Вот с разных ракурсов. Я вам их и показываю. Эти ароматизаторы безумно редкие. Потому что они, как я уже сказал, выпускались всего лишь два года. Но, тем не менее, я их все же смог откопать. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий. Мне будет приятно. Ну и последний такой вот взгляд на эти ароматизаторы. С вами был я, Глеб Заельцевский. До скорых встреч.